Здравствуйте в студии с новостями о Меркедрасов. Начнем с официальной хроники. В субботу в селе Маячный побывал глава администрации городского округа город Кумертау Борис Беляев. Борис Владимирович посетил местную школу и больницу, пообщался с местными жителями. В этот день в Маячном должен был пройти праздник села, но внезапно начавшийся дождь вместе с градом скорректировали планы. На праздник приехали и руководители городских предприятий, а также учреждений и главный судебный пристав республики Зариф Байгускаров. Праздничный концерт отменили, но вот благотворительную акцию гостей праздника все-таки провели. Под проливным дождем участники проекта «Помоги собраться в школу» посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Ранцы, наполненные канцелярскими товарами, как нельзя кстати, оказались нужны семьям в преддверии начала нового учебного года. В воскресенье строители всей страны отмечали свой профессиональный праздник. Строительная отрасль – это выдающиеся специалисты, архитекторы, инженеры и высокогласные мастера, посвятившие свою жизнь социальному труду, профессии, которая во все времена пользуется почетом и уважением. В пятницу 12 августа в Большом зале администрации состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. На мероприятии присутствовали руководители строительных организаций и заслуженные работники. Подводили итоги и принимали поздравления от заместителя главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре Курова Юрия Владимировича. Заслуженные мастера и руководители предприятий, я от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем строителя. В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за добросовестное отношение к своему делу и от всей души пожелать вашим организациям перспективных проектов и надежных партнеров. Пусть все, что построено вами, будет предметом гордости и не только наших современников, но и будущих поколений Кумертаусу. С праздником вас! Прекрасные города и великие памятники архитектуры возводились руками строителей. Роль людей этой профессии стала особой ко второй половине 20 века. Общество начало понимать, какую большую роль принимают строители. И 12 августа 1956 года начали ежегодно праздновать этот праздник. Машинисты, инженеры, специалисты производства и просто рабочие получили почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. Строительство сегодня находится на новом уровне по качеству применяемых технологий. На сегодняшний день самой крупной строительной компанией в городе, наверное, можно назвать ООО «Акрополь». Со словами благодарности, поздравлениями и о ходе строительных работ выступил директор ООО «Акрополь» Гайсин Хайдар Миншарифович. В сегодняшнее время мы ведем строительство Ледового дворца, который должны завершить в будущем году. Обещают, что финансирование будет продолжаться в этом году и переходить на будущий год. Также мы строим жилье. Сегодня завершаем объемы строительства жилья по переселению из петхого жилья аварийного населения нашего города. Ну и сегодня мы приступили к строительству девятиэтажного семиподъездного дома по улице Советско-Комсомольской. И, соответственно, там будет строительство вестись года 2-3 и будет завершаться целым кругом квартала, завершением квартала. Потому что замыкаться будет вторым домом, который будет шестиподъездный. И будет он высокий, девятиэтажный, красивый. Поздравляю всех этим прекрасным праздником, профессиональным. Этот праздник для нас, конечно, важный очень, как Новый год, Единый рождень. От всей души поздравляю праздник, с праздником. Всем пока и поздоровья. Для почетных гостей был организован праздничный концерт. В конце праздничного мероприятия по традиции было предложено сделать памятные фотографии. После чего с хорошим настроением гости ушли отмечать профессиональный праздник в кругу своей семьи. Ну вот 13 августа здание бильярдного клуба «Пирамида» развернулось в настоящей обойне. Кумертау принимал финал чемпионата по бильярдному спорту. Участники соревновались в трех основных разновидностях русского бильярда, а именно свободная, динамичная и комбинированная пирамида. Подробности в нашем следующем материале. На минувших выходных бильярдный клуб «Пирамида» стал площадкой проведения чемпионата по данному виду спорта. Подобный турнир проходит ежегодно. Клуб открылся в 2010 году. Во время строительства этого клуба я познакомился с Хайдаром Мишарифовичем и предложил как бы арендовать этот клуб, то есть сделать клуб в спортивном режиме. То есть, сами видите, более-менее здесь спортсмены все собираются. Открытие было в 2010 году. Президент Федерации бильярдного спорта приезжал, значит, глава администрации. С 2010 года начали работать. Была установка больше спорта. И каждый год проводилось не менее 50 турниров. Приезжали участники со всей Башкирии. Возрастных ограничений организаторы не ставили. В общей сложности за призовые места боролись 16 человек. Турнир собрал участников различного уровня мастерства. В основном это люди, проводившие свое свободное время за бильярдным столом в компании единомышленников. Азарт, сила и воля не покидал участников ни на минуту. Сегодня проходит финальный этап, приуроченный ко дню строителя. Значит, с апреля месяца проводили этапы. Выявили восьмерку сильнейших, вторую восьмерку. Соответственно, участники из города Салавата, Мелиуза, Кумертау. Проводим сегодня финальный этап. Всем, конечно, удачи. Красивые игры, самое главное. Бильярд Ветспорт – это такой интеллектуальный, спокойный. То есть, драк не бывает. Все люди культурные. За красивую игру. Работает клуб не только для бизнеса, а для самоутверждения. В этом клубе царит спортивный дух. И мы с удовольствием приезжаем на этот турнир, принимаем участие. И наши спортсмены, наши ребята получают удовольствие, посещая настоящий сегодняшний турнир. По результатам турнира в первой лиге первое и второе место заняли спортсмены из города Салавата. Это Александр Попов и Артур Зубаиров. На третьем месте расположился Николай Рузапов из города Мелиуз. Четверку сильнейших замкнул кумертаусец Вячеслав Курочкин. Во второй лиге всю тройку призеров заняли представители города Кумертау. Четвертое место осталось за представителем Мелиуза. По традиции в конце турнира состоялась церемония награждения. Организаторы также позаботились о том, чтобы у участников была должная мотивация. Для победителей призеров помимо кубков, медалей и дипломов были приготовлены денежные вознаграждения. В летний период учащиеся всех школ проходят обязательную практику на пришкольных участках. Работа детей организована в соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы. Лето – традиционная пора прохождения трудовой практики для учащихся на пришкольных территориях. В процессе работы на учебно-опытном участке ребята не только осваивают ручной труд, но также знакомятся с основами охраны природы. В гимназии номер один все классы по установленному графику трудятся для благоустройства и озеленения территории своего учебного заведения. Мы поливаем, мы ухаживаем за нашими цветами, которые мы сажаем в школе. Нам очень нравится сюда ходить, потому что летом, ну, встречаемся мы только 1 сентября, а летом мы можем увидеть друг друга, поливать цветы, сажать их. Тем более приятно, когда ты приходишь в школу, а тебя встречают вот такие красивые очень цветы. По понедельникам, вторник, нет, по понедельник, среду и пятницу мы поливаем, а в остальные дни можем, ну, прополоть, убрать что-то, ну, подмести, ну, чтобы подготовить нашу школу к 1 сентября. Учащиеся ухаживают за цветами, поливают и пропалывают, убираются на пришкольной территории. Вся трудовая деятельность детей ведется с письменного разрешения родителей, и работают они не больше 2,5 часов в день. Я считаю, что это нужная работа, кроме этого, еще ведь это и трудовое воспитание. Но дети ходят, вот сейчас отрабатывает мой класс. Сегодня мы вот собирали, ну, ветки, палки, вчера был ветер все-таки, да, вот сегодня и часть поливали детей, вот цветничок этот поливали, да, убирали мусор, ветки, ну, взрослые рубили ветки, они убирали веточки. Прочищали мы сегодня лилии как раз, ну, засушливый же год, да. Организовать трудовую деятельность и заинтересовать детей в ее необходимости не так просто. Поэтому работают ребята под руководством учителей, которые не только направляют их, но также сами активно участвуют в благоустройстве территории. В этом году вы видели, что мы наш хозяйственный блок хотим сделать красивым, интересным. Это у нас новый учитель ИЗО работает, она проявляет свое творчество, свою фантазию. Мы только дали направление, что нужно сделать. Она уже старается это направление выразить в конкретных каких-то формах. Каждый ребенок с удовольствием идет к нам работать, потому что это, во-первых, возможность пообщаться со своими одноклассниками, а самое главное, это помочь благоустройству нашей территории. Лето уже почти подошло к концу, а детский смех все так же доносится из лагерей нашего города и не собирается, похоже, умолкать. Чем занимаются ребята и чем живут, смотрите в сюжете Аркадия Зубкова. В детском оздоровительном лагере «Зеленые дубки» проходит тематическая смена кино. Но она является нетипичной. У ребят есть свое государство, свои партии и даже своя валюта. Тематика у нас смены, как и, наверное, в большинстве лагерей кино, но кино необычное. В нашем государстве «Дубль Вуд» существует много партий. Также у нас очень часто проходят игровые часы, внутри которых разворачивается игровая модель, в которой ребята погружаются в свои партийные тематики. Они завоевывают территории, также они ведут борьбу за золотой компас. Золотой компас – это главный трофей нашей смены. Ответственный за данное погружение является руководитель медиа-студии лагеря «Зеленые дубки». Мы создаем игровую модель, где есть какая-то завязка, кульминация развития событий, где многие вещи непредсказуемы. Для детей, для нас, мы игротехники, мы понимаем, куда двигаться и что делать. Мы ставим цель в сплочение отрядов, в сплочение лагеря и берем за основу наиболее интересные для детей образы. По словам самих ребят, такая идея постановки смены им пришлась по вкусу. И они с удовольствием приехали бы еще раз. Лагерь тут очень хороший. Тут, как сказать, нет свободного времени. Постоянно мы чем-то заняты. На тихом части мы постоянно все спим. После стола мы ходим на всякие обучария. Тут еще хорошо стоят тут игротехники. Ну, я тут еще не приеду первый раз. Я тут уже второй раз, как приехал. Тут очень хорошо, не скучно никогда не было. И вправду у детей нет времени просто так сидеть на месте. На базе лагеря организовано более 20 всевозможных кружков под названием обучарии. В них каждый ребенок смог найти занятие по душе. В лагере каждый день после полдня открыты обучарии. От плетения косичек до тех же самых луков. Здесь можно и развить новые таланты, и открыть новые таланты, и развить старые. Ну, я могу сказать точно, отправляя сюда своего ребенка, по себе я могу сказать. Можно быть уверенным, что он не только здесь получит море впечатлений от мероприятий, от игр, от игровых часов, но и научится многому интересному. Еще одним звеном в этой цепочке являются вожатые. На них возложена большая цель – это помогать детям. И глядя на счастливые глаза ребят, их кураторы с этой целью справляются. Конечно, мне нравится атмосфера этого лагеря. Здесь я работаю уже третью смену. Дети, конечно, разные. Вот все эти смены, все три, они отличаются. В первой смене одни дети, у второй другие, в третьей – третьи. И все они очень хорошие, и ко всем быстро привыкаешь. А потом сложно отвыкать от них. Я приехал сюда на эту смену в 2016 году всего лишь в первый раз. Мне очень много помогали другие вожатые. И была большая поддержка от них, так как неопытный я еще был. Но со временем ты привыкаешь к детям, находишь к ним свой подход. И постепенно к ним все же привязываешься. Они становятся намного ближе к тебе. И когда ты уходишь куда-то или ненадолго отучаешься, они уже начинают по тебе скучать. Поэтому мне очень нравится здесь, так же, как и многим детям. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи на телеканале «Арис». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА